Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мы продолжаем говорить на тему, откуда и почему столько зла в мире. Мне думается, что наша эпоха в особенности отмечена ненасытной жаждой найти, в конце концов, средства от зла и страдания. Одни видят это средство в коренной перестройке общества и, прежде всего, экономики, от которой зависит удовлетворение основных человеческих потребностей. Другие проповедуют всевозможные, условно скажу, духовные рецепты. Но все эти идеологии и рекомендации сводятся в утверждение, сходятся в утверждение, что человечество способно рационально уничтожить зло и добиться счастья. И при том счастье для всех. Поэтому изложение христианского взгляда на зло нужно начать с разоблачения вот этого рационалистического подхода, который основан на беспочвенном утверждении, что зло – всего-навсего некий недостаток, для уничтожения которого требуется одно – понять, в чем его сущность. И здесь следует понять главное, что зло и иррационально, и это не очередная теория, это не абстрактный принцип, а то, что известно человеку из его непосредственного, каждодневного опыта. Об этом же свидетельствует и все искусство. Не случайно одной из главных тем поэзии всегда была любовь и связанное с ним страдание. Какими теориями, какими идеологиями, скажите, объяснить, например, муки неразделенной любви, ужасы, измены, разлуки, расставания? Как бы рационально не перестраивали общество, экономику, аппарат власти, этот неподвластный времени опыт личного страдания все равно остается. И я дерзаю говорить об этом опыте потому, что на его примере лучше всего видна нищета всех современных теорий будущего счастья. Допустим, что все, наконец, будут сыты, что удастся победить нищету и голод. Допустим, что в мире, как обещают все идеологии счастья, введены будут равенство, справедливость и максимальное удовлетворение всех житейских нужд. Допустим, наконец, что каждый получит возможность свободно избирать род жизни, труда и развлечения. Все это, сколь не кажется утопичным, в плане рационального хотя бы допустимо, как, допустим, к примеру, прогресс в области медицины и связанное с ним сокращение физических страданий. Но, быть может, именно тогда, когда в разуме и воображении мы уже построили всеобщее счастье, становится очевидным, что зло, подлинное зло, глубже всего этого, и корень его иррационален. Недаром библейский рассказ о происхождении зла, первое обнаружение его связывает не с недостатками мироустройства, а с раем. Ведь, согласно книге «Бытия», именно в раю, то есть, в полноте радости и блаженства, первочеловек, Адам захотел. Захотел не зла, как такового, конечно, а того, что привело к грехопадению, в котором христианская вера всегда видела проявление глубинной сущности зла. Чего же захотел первочеловек, Адам? Упрощая, можно сказать, что захотел он жизни для себя и только с собой. Захотел он власти ничем не ограниченной. Захотел он смысла им самим созданного. И устами Бога Творца Библия говорит об этом так. Это книга «Бытия», 2 глава, 22 стих. Адам захотел быть, как Бог. Жизнь дана была человеку за тем, чтобы смысл ее лежал в любви, в самоотдаче, в служении и радости. Но именно этот смысл человек отверг и продолжает отвергать в теориях и идеологиях, сулящих ему, как будто, все целое и замечательное счастье. счастье. Вот почему все эти теории и идеологии сходятся в том, что счастье есть полное удовлетворение внешних нужд и потребностей человека. А что если именно здесь, именно тут настоящий глубинный источник зла? Что если тут, в этом безостановочном самоутверждении человека и человечества, настоящая причина того страдания, которым так очевидно переполнена вся наша жизнь? Что если в этом сведении всей жизни к одному стремлению не страдать и корениться самострадание? Вот так невольно подходим мы к той тайне зла, которая сколько бы не отвергалась человеком, неизменно присутствует в бытии мира. И именно в раскрытии этой тайны смысл Евангелия, смысл проповеди Христовой. И главное смысл того страдания, которое оставлено нам как образ победы, как путь к единственно подлинному счастью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok